Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. В России разработают принципиально новую систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами. 28 подъездов в Люберцах украсят профессиональные художники. На месте крушения вертолета Ми-8 в Октябрьском открыли памятник. Фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы» прошел в Мытищах. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасный двор». Соревнования по легкой атлетике прошли на базе детской спортивной школы в В России планируют создать новую систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Каким должен быть правильный уход? Кто его должен осуществлять? И есть ли подобный опыт в нашей стране? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Оно прошло на базе Центра активного долголетия в Малаховке. Здесь все соблюдено таким образом, что люди могут и заниматься, и смотреть. И главное, что они притягивают других людей. Смотрите, мне было тяжело, а я могу. Место, где немобильные пациенты могут ощущать этот мир наравне с другими, где пожилой человек находится в социуме. Центр активного долголетия в Малаховке – это пример того, как в совокупности должны взаимодействовать медицинская и социальная сферы. Как должен осуществляться уход за старшим поколением? Центр, который, в общем-то, находится в подчинении Министерства социального развития. То есть социальный, с одной стороны. С другой стороны, здесь много медицины вокруг пожилых людей. И внутри этого центра это все работает бесшовно. Мы помогаем этим людям повышать качество жизни. То есть здесь есть люди, которые, допустим, маломобильные, и они не лежат здесь в кровати, а мы их вывозим, они участвуют во всех активностях наравне с другими жителями нашего комплекса. Центр гериатрического ухода и реабилитации Малаховка – один из пилотных проектов, где обкатываются международные практики в этом направлении. И этот опыт нужно использовать по всей России. Однако пока только частные организации могут позволить себе такой уровень. Это во время своего визита отметила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Мы увеличиваем продолжительность жизни, и это неизменно ведет к изменению нашей медицины. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы организовать уход за людьми старшего возраста, как в государственном секторе, так и на основе частного государственного партнерства. Вот конкретно этот пример представляет для нас особую важность. Уход за старшим поколением – это не просто доброта и забота, это серьезная профессия. Об этом говорили на заседании Совета при правительстве России. Также участники встречи решали вопросы заимствования лучших достижений в этой отрасли, а также обсудили меры, благодаря которым даже такой современный уровень ухода за пожилыми людьми станет более доступным для всех граждан нашей страны. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Губернаторский проект «Удобная парковка» продолжают реализовывать в Люберцах. Он направлен на организацию дополнительных машиномест. Новые парковки и те, что только строятся, на минувшей неделе осмотрели представители администрации. По нашим подсчетам, в Московской области в настоящее время не хватает порядка 280 тысяч парковочных машиномест для того, чтобы жители могли ставить свои автомашины удобно и комфортно возле своих домов. А Люберцы – как раз один из тех городов, где эта проблема стоит наиболее остро. Приближенность к столице и плотная застройка вынуждают власти оперативно создавать новое парковочное пространство. Начало улицы Кирова, пожалуй, один из самых густонаселенных участков нашего города. По обе стороны – высотки и возведение новых зданий. Раньше припарковаться вечером здесь было просто невозможно. Сейчас же ситуация меняется. Михаил Врадий – как раз один из тех, кто уже ощутил на себе положительные изменения. Раньше у его дома на незаасфальтированной территории мог нормально припарковаться разве что вездеход. Теперь здесь обустроенная парковка на 113 машин. Отдельно выделены места для инвалидов. Буквально за месяц появилась эта парковка. Чисто, красиво, уютно. Все супер. Припарковался без проблем. Когда увидели, что это действительно парковка, весь дом, можно сказать, хлопал в ладоши. Всего в этом году в Люберцах планируется построить 5600 новых парковочных мест. На эту масштабную работу выделено 158 миллионов рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов. Что особенно важно, парковки создаются по согласованию с жителями за счет придомовых территорий или газонов. Если жители против, мы делать ничего не будем. Но мы должны, и наша задача – вести диалог с жителями, убеждать жителей с одной целью, что парковки нужны. Потому что приезжает скорая, приезжает пожарка. Эти вопросы надо как-то решать. Эта тема непростая, потому что на эти вопросы есть разные взгляды. Мы уже сделали где-то 2024 или 2030 машиномест, но мы каждый день сдаем, каждый день появляются новые парковочные места. А вот на улице Московская у домов 15 и 16 работы по обустройству парковки стартовали недавно. Из-за нехватки машиномест людям приходилось оставлять свой транспорт на газоне, у тротуаров или у подъездов. По этому поводу на портал Добродел поступало большое количество жалоб. Благодаря реализации губернаторской программы на придомовой территории появится 79 парковочных карманов. Основная проблема, с которой сталкиваются при обустройстве новых парковочных мест – это земля, принадлежность земли. Здесь вопрос с землей был решен быстро и оперативно. И основные работы подготовительные, которые занимают большую часть времени – это, как я повторюсь, выкорчевывание, удаление старого бортового камня. Они были проведены очень быстро довольно. Устройство асфальтобетонного покрытия допускается только при сухой погоде или при мелком дожде. А температура воздуха должна быть не ниже минус трех. По прогнозам специалистов, если повезет с погодой, то в среднем. На выполнение работы потребуется чуть больше недели. Анна Троян, Луиза и Геззарян, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. В Люберцах художественно оформят 28 подъездов. Все они выбраны по согласованию с жителями. Роспись будут делать профессиональные художники. Лучше, чем голые стены, говорят жильцы. Как преобразился один из домов, где такие работы уже завершены, расскажет наш корреспондент. Все, ты вдушевляешь, выходишь, у человека идет грустно, настроения никакого нет. Посмотрел, вроде же и жить хочется, и душа радуется. Обычно подъезды, в которых бывала Екатерина Павловна, были разрисованы разве что хулиганами. Но, к счастью, ее дом коснулся новый виток моды. Расписывать стены во входных группах профессионально, с помощью художников. У людей настроение бывает мрачное, пасмурное, жизнь, так как бы сказать, сложная штучка. Когда выходишь, и так посмотришь, вроде и душа радуется, и жить хочется. А зимой, например, идешь и увидел картину, ага, и вспоминаешь отпуск моря, пейзаж. Душу радует, уже настроение поднимается, жизнь вроде бы хороша, и жить хочется. А пейзажи в подъезде на Кирово по-настоящему красочны. Увидеть генуэзскую крепость в Крыму или прогуляться по старинному городу можно, не выходя из дома. Делать ли художественное оформление подъезда и что именно изображать на стенах, выбирали сами жители. В управляющей компании была предложена жителям, жители активно поддержали, сделали эскизы, сделали выбор того, что хотелось бы видеть и воплотили в жизнь. Такое художественное оформление – часть губернаторской программы «Мой подъезд», когда к отремонтированным площадкам, бонусам, добавляются еще и красочные иллюстрации. Всего в Люберцах разукрасят 28 входных групп. Роспись в них, как и в доме на Кирово, сделают профессиональные художники. По крайней мере, стало лучше, чем было это точно. Я думаю, что мы где-то в течение ближайших пару недель такие картины в подъездах появятся. Ну а дальше, если, скажем, будет желание жителей, то мы попытаемся на территории всего округа что-то подобное, больше-меньше делать. И, возможно, один из этих подъездов станет лучшим в Люберецком округе. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Томилине состоялась очередная общественная приемка подъездов. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» там уже отремонтировали около 90 объектов. На этот раз качество сделанного ремонта проверили в домах номер 20 и 25 по улице Гоголя. В доме номер 25 по улице Гоголя недавно закончили ремонт подъездов. Здесь покрасили стену, установили новые почтовые ящики, заменили светильники. И обновили крыльцо, положили новую плитку и покрасили дверь. Окна в данном доме включены в программу краткосрочного капитального ремонта. И будут выполнены, я думаю, в течение начала октября, то есть первой декады октября. Жители дома в целом ремонтом довольны, говорят, организация подрядчик охотно сотрудничала с ними. Остались, конечно, невоплощенные в жизнь желания, вроде резинового покрытия на ступеньках. Но они, к сожалению, не предусмотрены планом работ. Мои командиры прислушивались. Всё, что я просила, они пусть не сразу, но всё сделали. Ну, конечно, если о грехе везде замечать, то это... Ну, ждём теперь окна пластиковые. В доме номер 20 по улице Гоголя тоже планируют заменить окна на площадках между этажами. А так ремонт уже закончили. С заменой светильников, с покраской стен, с заменой почтовых ящиков. Также были выложены крыльца и полностью входная группа была окрашена, значит, приведена в порядок. Всего в этом году в Томилине в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» запланировано отремонтировать 124 подъезда. 90 из них уже готовы, 9 находятся в работе. Завершиться работы не только в Томилине, но и во всём Люберецком округе должны до 1 ноября. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, Телеканал ЛРТ. На месте крушения вертолёта Ми-8 в Октябрьском открыли памятник. Напомним, трагедия случилась в сентябре прошлого года во время учебно-тренировочного полёта. Тогда погибли три члена экипажа. Во время церемонии открытия памятника на месте крушения вертолёта Ми-8 начался проливной дождь. Казалось, что сама природа плачет по невинным жертвам этой страшной трагедии. В тот день, 21 сентября 2016 года, члены экипажа проводили учебно-тренировочный полёт. Отрабатывали технологию воздушного мониторинга в сложных метеоусловиях. Даже в последние минуты жизни они выполнили свой долг. Опытные лётчики предприняли все необходимые меры, чтобы уйти от жилой зоны, которая находилась буквально в километре от места происшествия. Этот полёт, к сожалению, выполнялся на малой высоте. И лётчики, не выходя из пилотажной зоны, выполнили манёвр, в котором, к сожалению, не хватило высоты, чтобы уйти. Поэтому произошла ситуация, нештатная ситуация. Вот вертолёты, самопроизвольное левое вращение. На борту вертолёта находились начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 38-летний Роман Фролов, его заместитель – 42-летний Дмитрий Арсеньев и самый молодой член экипажа – бортинженер Максим Филиппов. Ему было 32 года. Идея установить мемориал на месте падения вертолёта принадлежит коллегам погибших. Хочу всем нам пожелать только одного. Чтобы в нашем центре это был последний монумент. Ребята, будьте жены. Спасибо за память, спасибо за верность в долгу. Слова благодарности от лица всех родственников погибших выразил отец Романа Фролова. Он отметил, что на протяжении всего года они получали огромную моральную поддержку. И эта беда стала по-настоящему общей. Спасибо всем большое, огромное родительское спасибо за то, что не забывают. И я надеюсь, что не забудут. У меня ещё есть два сына, которые тоже лётчики. Я надеюсь, что они также будут служить честно, с гордостью, о том, что их брат достиг таких высот, был назначен на руководящую должность. Открывая памятник лётчикам или провожая их в последний путь, принято поднимать в небо воздушное судно. Над мемориалом экипажу Ми-8 пролетел такой же аппарат, на котором они совершили свой последний полёт. Как не допустить асоциального поведения у детей? Этот и многие другие вопросы обсудили на психолого-педагогической конференции в Люберцах. В 27-й школе собрались как местные преподаватели, так и учителя со всей юго-восточной части Подмосковья. Но если мы поймаем то, что называется за руку, предупредим гораздо на более ранних сроках, мы достигнем большего эффекта. Необходима не только ранняя профилактика, но общая профилактика для всех обучающихся. Проще предупредить, чем исправить последствия. Эта простая истина сейчас обсуждается на всех уровнях образовательной системы. Причинами девиантного и асоциального поведения школьников могут стать разные факторы. От ситуации в семье и до особенностей возрастных изменений подростка. Задача педагогов сегодня не только выявить склонных к такому поведению детей, но и как можно больше занять молодое поколение. В частности, в Люберцах в этом направлении ведется активная работа. Мы наблюдаем на сегодняшний день уменьшение правонарушений, которые совершаются несовершеннолетними. Есть у нас очень хорошая динамика в том, что дети на самом деле больше внимания уделяют обучению, участию во всевозможных соревнованиях, фестивалях. И мы пытаемся создать все условия для того, чтобы вытянуть ребенка с улицы. Что касается интернета, то в случае с детьми, говорят педагоги, это двусторонняя медаль. С одной стороны, он помогает в обучении, с другой может сподвигнуть ребенка к противоправным действиям. На это родителям стоит обратить внимание. Тем не менее, мы наблюдаем такие явления среди подростков, как зацеперство, например, либо желание сделать селфи на высотном здании, другие асоциальные факторы, которые влекут за собой не только повреждения здоровья, не дай бог, ребенку, но еще и лишают его жизни. Участники конференции, руководители общеобразовательных заведений, социальные педагоги, а также педагоги-психологи. Все те, кто так или иначе координирует деятельность учреждений по воспитанию детей. Конференция очень нужная. Нам, как и педагогам, и психологам, которые сейчас собрались на этой конференции, предоставлены очень важная информация. Мы можем позволить себе сейчас, опираясь на новые знания, благополучно использовать их в своей дальнейшей работе. Всего в конференции приняли участие около 200 педагогов из 10 территорий Юго-Востока Московской области. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Обучающий семинар для молодежи провели в Люберцах. В ходе встречи ребятам рассказали о том, как работает местное самоуправление. Семинар прошел при поддержке полицсовета местного отделения партии «Единая Россия». Общественные организации и их взаимодействие с властью. Тема лекции важная и требует профессионального подхода. Именно поэтому ее провели опытные и подкованные в этом вопросе люди. Сергей Черкашин прошел большой путь от простого представителя бизнеса в общественном объединении до политика в крупной партии. Цель и задача гражданина, который решил тем или иным способом принять участие в том или ином общественном движении, общественной организации, может быть, как непосредственное желание что-то изменить, кому-то помочь. Кто-то решил реально этим заняться, а кто-то решил на этом сделать определенный политический пиар. Такие лекции – часть реализации партийного проекта Гражданский университет, слушатели, члены Молодой гвардии и их единомышленники. Эти ребята далеко не чайники в сфере местного самоуправления, ведь молодогвардейцы – постоянные помощники Единой России. Для них получить знания из уст старших наставников – уникальная возможность набраться бесценного опыта. А для политиков эти занятия – способ воспитать себе достойную смену. Гражданский университет дает такую возможность узнать что-то о деятельности партии, проявить как-то свои навыки, получить какое-то такое мини-дополнительное образование. У нас очень много молодежи заинтересовано в политике. Мы также видим, например, работы нашей организации «Молодая гвардия». Очень много молодежи к нам подтягивается со временем. В будущем ребят ждут и другие познавательные лекции от представителей партии «Единая Россия». Периодичность – раз в месяц. А самые способные молодогвардейцы побывают в стенах Государственной и Московской областной думы, а также в Совете Федерации. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТА. Прошло совместное расширенное заседание Люберецкого союза журналистов и комиссии по информационной политике Общественной палаты округа. В ходе встречи присутствующие решили ряд организационных вопросов. И обсудили планы на будущее. Кроме того, совещание посетили сотрудники Роскомнадзора. Они рассказали о грядущих изменениях в законодательстве. «Глазами лицеиста» – так называется проект, который позволяет талантливым школьникам публиковать в газете «Люберецкая панорама» свой личный взгляд на жизнь. За полезную инициативу и хорошие статьи члены местного отделения Союза журналистов Подмосковья наградили куратора из самых одаренных ребят из 4-го лицея. Далее председатель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья Рустам Хансферов подвёл итоги 11-й медианедели. После чего члены объединения приняли в свои ряды ещё одного единомышленника. На этот раз им стала руководитель Тамилина ТВ Елена Манукян. Затем участники встречи обсудили ряд организационных вопросов и мероприятия, которые пройдут до конца 2017 года. В ноябре будет проходить торжественное мероприятие, наверное, в ЦДЖ по случаю 60-летия Союза журналистов Подмосковья. 20-го пройдёт премия Мельникова в Раменском традиционная. На совместном заседании также выступили представители Роскомнадзора. Этот орган контролирует работу средств массовой информации. Люберецким журналистам они рассказали об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в следующем году, а также напомнили об основных требованиях в сфере массовых коммуникаций. Основная у нас с вами статья, это статья 4-я законная СМИ «Недопустимое злоупотребление свободы массовой информации». И приведён, собственно говоря, перечень и вид запретов, то, что нельзя в СМИ публиковать, для чего нельзя их использовать. И с Нового года также она дополняется уже частью 8-й, это статья, что у нас запрещается распространение в СМИ, а также в сети интернет, информации, содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции. Кроме того, представители Роскомнадзора рассказали о размерах штрафных санкций, которые могут коснуться нарушителей, а также ответили на вопросы, волнующие сотрудников люберецких СМИ. Анна Троян, Митрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Мэтищах прошёл второй Московский областной фестиваль национальных культур Подмосковья и территории дружбы. Первой его частью была практическая конференция под названием «Государственная национальная политика. Новые вызовы, актуальные проблемы, лучшие практики». В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, Федерального агентства по делам национальности и многие другие. Конференция, посвящённая вопросам национальной политики в Московской области, в таком формате проходит уже во второй раз. Как и год назад на фестивале национальных культур Подмосковья и территория дружбы, её открыла Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя правительства Московской области. У нас есть три тематических блока. Первый блок связан с сексуальными проблемами реализации государственной национальной политики в целом вообще. Второй блок связан с вопросами социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. И третий блок связан с вопросами гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодёжной среде. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, муниципальных образований, национальных общественных организаций и объединений, а также эксперты из научного сообщества. Почему такое важное значение президенты нашего общества придают укрепление гражданской идентичности? Казалось бы, очевидно, все государства не могут жить, если у них нет чего-то общего. Нет британской нации, если нет одновременно и ирландцев, и шотландцев, и эрельсов, но все они британцы. Также в Испании. Основные цели конференции изучить и проанализировать накопленный опыт, обменяться успешными практиками, выработать новые эффективные инструменты работы среди прозвучавших предложений, активнее вовлекать молодёжь в мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, содействовать открытию домов дружбы в муниципальных образованиях, поддержать проект Русской Православной Церкви, школы добрососедства. Кроме того, создать электронное приложение в смартфонах для мигрантов и разработать серию методических сборников. Они должны выпускаться на регулярной основе, постоянно, по разным направлениям. Для учителей, для воспитателей детских садов, для тех, кто преподает в высших учебных заведениях, для семей, для общественных организаций, для местного самоправления. Об успешных практиках в сфере межнациональных отношений, которые воплощает в жизнь коллектив ЛРТ на конференции, рассказала Екатерина Дегтярёва, генеральный директор телеканала. Могу сказать, на примере нашего телеканала, и на примере телеканала, и в социальных сетях, где представлен телеканал ЛРТ, за 2014 и 2017 годы вышло свыше 550 видеоматериалов и примерно столько же фоторепортажей на тему межнациональных отношений. Также в рамках фестиваля «Подмосковье. Территория дружбы» прошла выставка детских художественных работ. Рисунки, созданные школьниками Московской области, были посвящены теме дружбы народов. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, «Цериканал ЛРТ». В продолжение темы. Вторая часть областного фестиваля национальных культур «Подмосковье. Территория дружбы» была представлена красочной развлекательной программой. Песни и танцы, предметы национального искусства, блюда разных народов – всё это можно было увидеть на празднике. В нём приняли участие делегации от национальных организаций региона, правительственные и общественные деятели. А также гости из зарубежья. Заводной русский хоровод, старейший народный обычай, хлеб-соль. Гости разных национальностей, из разных уголков подмосковной земли. В этом году второй областной фестиваль национальных культур «Подмосковье. Территория дружбы» проходил в мытищах и совпал с празднованием Дня города. Я хотела бы зачитать вам приветственный адрес от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. В эти праздничные дни мытищи приняли от ХИМа к эстафету проведения Московского областного фестиваля национальных культур. «Подмосковье. Территория дружбы». В многонациональных мытищах давно сложились замечательные традиции добрососедства и сотрудничества. С приветственным словом горожанам и гостям мероприятия также обратились представители Федерального агентства по делам национальностей, члены Государственной думы Российской Федерации и глава городского округа Мытищи. После торжественного открытия народных гуляний заработали выставки, мастер-классы и дегустация национальных блюд. Когда желают человеку быть здоровым, дарят вареник на здоровье. Когда желают много счастья, дарят вареник на счастье. Вареник – это символ богатства, символ женщины, потому что когда лепили вареники, вареник ассоциируется с беременной женщиной. Каких только забав не было на фестивале, можно было слепить украинский вареник или пирожок своими руками, испытать на собственных плечах долю русской девушки с коромыслом, освоить искусство ткачества, познакомиться с культурой смелых и сильных духом казаков. Зачем придумали папахи? Потому что каска, ее видно вверх, и вот на такую каску не наденешь, а вот под папаху в самый раз. Национальной автономией со всей Московской области приняли участие в красочной концертной программе, а также представили свои культуры в выставочных шатрах. Мордовия представляет фольклорный ансамбль Мастерава, Азарава, который пела мордовские песни на мордовском языке. А вот палатка наша, которую представлены, здесь и пироги, и вышивка, глиняные резьба по дереву, естественно, и узоры, мордовские народные узоры. Уникальным трудовым экспонатом является наша книга «Татары Подмосковья». Обратите внимание, мы ее делали три года, сделали, и в этой книге отражена жизнь татар Московской области, регионов, а также жизнь наших друзей других национальностей. В этот день площадка фестиваля объединила десятки народов, проживающих на территории российского государства. Среди них мордовцы, узбеки, азербайджанцы, евреи, армяне, белорусы, украинцы, татары, русские и даже немцы. Немцы появились в России еще с петровских времен, а вообще, если смотреть глубже, они появились еще со времен Ивана Грозного, первые рыцари, которые селились в Лефортово. А Екатерина Вторая, но поскольку она сама была немка, крещеная, и все отдала, весь талант свой, все свое сердце отдала России, для того, чтобы был Екатерининский золотой век, и нужны были специалисты. Сегодня нашей стране нужны не только преданные своему делу специалисты, умелые мастера из разных уголков России и гости из других стран. Сегодня самое время вспомнить, что многое объединяет народы России, и как хорошо жить вместе в мире добрососедствия и народной радости. И кажется, фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы» как раз то самое место, где задумываешься об этом. Руководители Люберецкой национально-культурной автономии азербайджанцев Салеху Гурбанову вручили почетный знак губернатора за заслуги перед Московской областью. Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта в честь дня городского округа Люберца. Орден за заслуги перед Московской областью третьей степени вручается Губанову Салех Мусааглы. На самом деле, эта награда – общая заслуга большого коллектива, говорит Салех Гурбанов. Ведь над всеми общественными проектами работает целая команда, и добиваться положительных результатов удается только благодаря сплоченности. Эта награда, конечно, нас окрыляет и призывает к новым достижениям. И мы будем делать всё на благо жителей Московской области и городского округа Люберца. Национальная культурная автономия принимает активное участие в жизни городского округа и в целом всего региона. Каждый год представители объединения становятся победителями губернаторской премии «Наши Подмосковья». На этот раз они подали заявки по пяти номинациям. Стоит отметить, что общественная организация – инициатор многих социальных проектов. Недавно отметили Курбан-Байрам. Около 200 килограмм мяса раздали малоимущим населению поселка Краскова. Мы ежегодно раздаём картофель малоимущим в сентябре, в октябре. Планируем в этом году тоже этим вопросом заниматься. В 2018 году Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев отметит своё пятилетие. За это время в ряды общественной организации вступило порядка ста человек. И, кстати, среди них есть немало представителей других национальностей. Луиза Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло заседание общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкая». В ходе встречи обсудили проблемы охраны правопорядка в связи с началом нового учебного года в люберецких школах. Безопасность детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях – тема более чем актуальная. Новый учебный период начался совсем недавно. А, как известно, в этом году в ряде российских школ произошли инциденты. Случай в Ивантеевке – яркий тому пример. С учётом вузов и техникумов на территории городского округа Люберцы – 174 учебных заведения. Во всех объектах сотрудники МВД проводят профилактическую работу с детьми. В образовательных учреждениях за 8 месяцев 2017 года сотрудниками проведено 69 уроков безопасности, 298 лекций по профилактике правонарушения, а также о вреде курения, наркомании, таксимокомании среди несовершеннолетних. Что касается антитеррористической защищённости в учебных заведениях, то здесь у сотрудников полиции есть замечания относительно камер видеонаблюдения. На многих объектах они не соответствуют современным стандартам и имеют низкое разрешение. Представители правоохранительных органов рекомендуют усилить в образовательных учреждениях пропускной режим и улучшить качество видеоконтроля. Наблюдение есть, но в реальности мы только видим там фигурки людей, которые что-то делают, совершают, а конкретно, чтобы с распознаванием лиц, там, ещё чего-нибудь, как бы это проблематично тоже. В конце заседания было принято решение провести рейды в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Чтобы удостовериться в безопасности детей, в ближайшее время члены общественного совета проверят порядок работы охранных предприятий, а также качество системы видеонаблюдения. Луизия Гязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Сотрудники ГИБДД продолжают профилактическую акцию «Безопасный двор». В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий они информируют жителей густонаселённых микрорайонов о мерах безопасности на придомовых территориях. Какой должна быть скорость автомобиля во дворе и как себя нужно вести возле дома пешехода? Это в очередной раз напомнили жителям Люберец сотрудники госавтоинспекции. Они зашли в подъезды домов и развесили там информирующие таблички на ручке дверей. Также положили их в почтовые ящики. Считаю, что акция своевременная, акция необходимая. Считаю, что ГИБДД её проводит. Но в нужный момент зачастую напомнить жителям о том, что нужно вести культуру поведения не только на дороге, но и, соответственно, во дворах прилегающих территориях. Бывают опасные ситуации, да. Опасные ситуации, когда водитель разгоняется очень быстро и, соответственно, не видит мамочку с коляской или ребёнка, перебегающего территорию. В этой важной профилактической работе госавтоинспекторам помогали представители молодой гвардии. О важности соблюдения правил дорожного движения они напомнили также автовладельца. Акция «Безопасный двор» проводится по инициативе ГИБДД Московской области с целью сокращения ДТП на придомовых территориях и привлечению внимания к этой проблеме. Двор, конечно, предмет повышенной опасности. Особенно это определяется тем, что здесь большое количество автомобилей и неконтролируемый выход на проезжую часть. Но, с другой стороны, закрытые дворы, как, например, этот двор, это определённая гарантия того, что жизнь и здоровье будут сохранены. А жители инициативной, в свою очередь, не остались равнодушными, увидев добрые намерения организаторов акции. По их мнению, такие профилактические мероприятия нужно проводить регулярно. Детей много, а места двигаться мало. Вот такие акции помогают, чтобы безопасность движения была. Да, конечно, детям было. Но детская площадка у нас великолепная, там ребятишки все в безопасности. Сейчас каждый день машины прибавляются. Это вообще очень нужно. В рамках акции «Безопасный двор» сотрудники ГИБДД проинформируют и других люберчан, чьи дворы считаются опасными. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ О безопасности на железной дороге взялась напомнить Люберецкая молодёжь. На станции Ухтомская прошла акция, в которой приняли участие представители молодёжного парламента, комиссии по делам несовершеннолетних и транспортной полиции. Несмотря на активную профилактическую работу, статистика несчастных случаев на объектах железной дороги остаётся по-прежнему неутешительной. Значительный рост травматизма наблюдается среди несовершеннолетних. В этом году уже шестеро детей пострадали под колёсами электричек, а пятеро стали жертвами собственной невнимательности. В прошлом году эти цифры были в разы меньше. За весь период 2016-го зарегистрировано всего пять случаев травматизма. Из них только один со смертельным исходом. Участились и случаи, когда законные представители совместно с своими детьми переходят железнодорожные пути, не успевают вовремя среагировать, и их сбивает электропоезд. Поэтому уже в этом году два таких факта. В одном факте погиб законный представитель, папа, в другом факте и мама, и трёхмесячный ребёнок остались живы, но получили травму. Однако случаи, когда взрослые переходят железную дорогу вместе с детьми, как оказалось, не самые страшные. Некоторые родители и вовсе отпускают их одних. Как, например, вот этого мальчика. Десятилетний ребёнок даже не стал дожидаться, пока уедет поезд. И при переходе железной дороги подошёл к нему вплотную. Сотрудник полиции позвонил маме мальчика и попросил прийти за ребёнком, а заодно и поговорить о мерах предосторожности. Но, как оказалось, родительница вины за собой не почувствовала, а даже наоборот. Потому что в данный ситуации меня не волнует, что здесь все ходили, ходят и будут. Вы отвечаете за жизнь и здоровье своего ребёнка, а не всего населения. После долгих споров с участниками акции «От горе мамы» всё-таки удалось добиться обещания, что этим несанкционированным переходом ребёнок пользуется в последний раз. А чтобы не провоцировать людей на нарушение порядка, так называемую народную тропу в очередной раз закроют. Луизия Гязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Футбольный клуб «Люберцы» сыграл с командой «Квант» из Обнинска. Матч прошёл на стадионе «Торпеда» в рамках 24-го тура первенства России 3-го дивизиона зоны Московской области. По итогам встречи «Люберчане» уступили соперникам со счётом 1-2. «Люберцы – столица мира! Эй! Эй! Люберцы – столица мира! Эй! Эй!» Поддержка болельщиков, хорошая спортивная подготовка, успешный старт в этом сезоне. Из 16 игр 13 побед – это серьёзная заявка на лидерство. Перед матчем с Обнинским «Квантом» в футбольному клубу «Люберцы» до первой позиции в чемпионате оставалось 5 очков. «Квант» на первом, поэтому вся интрига понятна. Победитель в этой истории либо усиливает свои позиции, либо мы приближаемся к нему настолько, что начинаем дышать ему практически в затылок. Первый тайм в столь важной для обеих сторон игре завершился в ничью. Со счётом 0-0 напряжение нарастало. Первый тайм прошёл напряжённо. Я считаю, что с переменным успехом нашей команды и соперников игра до одного гола. Кто забьёт, тот и выиграет. Игра, конечно, очень тяжёлая. Сами видите, эмоций очень много. Мы болеем очень импульсивно, но верим в наших ребят, верим в то, что всё будет хорошо. К сожалению, несмотря на все усилия, соперник оказался то ли удачливее, то ли мёртвой хваткой держался за своё лидерство. Во втором тайме Люберецкие футболисты уступили команде «Квант» со счётом 1-2. И теперь догнать Обнинских вряд ли удастся. Но всё же наши на втором месте турнирной таблицы. А впереди ещё 7 игр. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В продолжение спортивной темы. Бег, эстафета, прыжки в длину. Чемпионат по лёгкой атлетике среди школьников состоялся в Томилине. Соревнования прошли на базе стадиона «Урожай». Первенство посёлка Томилина по лёгкой атлетике – традиционное спортивное мероприятие. Уже седьмой год подряд на стадионе «Урожай» встречаются школьники, которые успешно прошли отборочный этап на базе своих учебных заведений. Лучшим спортсмена предстоит поучаствовать в забегах на 60, 100 и 500 метров. Также в программе чемпионата – прыжки в длину и эстафеты. Мы проводим это с целью популяризации и дальнейшего развития лёгкой атлетики в Томилине и в нашем городском округе Люберце. Поскольку у нас есть в Люберцах детская и юношеская спортивная школа по лёгкой атлетике, и мы как бы тоже встраиваемся в эту систему. У нас есть дети с хорошим потенциалом, с беговым. Единственное, что бы я им пожелал, это, так сказать, в дальнейшем посерьёзнее тренироваться, но это уже на уровне детских спортивных школ специализированных. На этот раз соревнования приняли участие воспитанники пяти томилинских школ. Это дети с пятых по одиннадцатых классов. Выступления проходили в трёх возрастных категориях. В каждой из них определятся сильнейшие. Это знакомый для нас турнир. Мы очень рады в нём участвовать. Заряжены на победу. Много энергии, сил. Конечно, погодные условия дают о себе знать. Прохладно достаточно. Но мы постараемся показать максимум, на что мы способны. В прошлом году на стадионе «Урожай» произвели капитальный ремонт. Здесь установили специальные бековые дорожки с резиновым покрытием. В планах у руководства спортивного объекта выйти за рамки посёлка и провести такой турнир среди школьников со всего городского округа. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовала 53-я спортакиада среди команд школьных спортивных клубов. Первый день соревнований был посвящён лёгкой атлетике. Ребята более чем из 20 образовательных учреждений пробежали несколько дистанций и поборолись за лидерство в прыжках в длину. Уже 53 года подряд объединяют люберецких школьников масштабные спортивные соревнования. Первый день был посвящён лёгкой атлетике не случайно, ведь именно её считают королевой спорта. Чтобы принять участие в забегах на 100, 500 и 800 метров или прыгнуть в длину, молодые люди должны были пройти предварительный отбор. Проходят предварительные старты у них в школе. Учитель смотрит, кто из них лучший и на основе этих данных берёт их на соревнования. Контролируют результаты опытные судьи. Вот, например, Татьяна Николаевна Костюшенко за время работы в спортивной школе провела 52 таких спортакиады. Говорит, раньше подготовка у детей была лучше. Высшие результаты были на 400, на 800 метров, это точно. Ребята в прыжках в длину у нас в младшем возрасте даже прыгали за 6 метров. А сейчас и девчонки тоже за 5 метров. Сейчас немножко хуже результаты. Однако современная молодёжь сдаваться не собирается. Большинство из них осознанно выбирают занятия спортом и здоровый образ жизни. Во-первых, здоровое будущее. Во-вторых, ты приманиваешь в себе людей, больше знакомств, круг общения увеличивается. Люди стремятся с тобой общаться, и поэтому можешь на этом развивать свою жизнь, строить карьерный рост. Спорт ещё силы воли развивает. У победителей этих соревнований по лёгкой атлетике даже есть свои уникальные секреты тренировок, которые дают высокие результаты. Я занимаюсь футболом, люберезным торпедом, и мне тут добираться пешком минут 20. И вот я каждую тренировку от дома до торпеда просто бегал, не останавливался. И вот эти два года дали мне вот результат, с помощью которого сейчас занимаю призовые места на этих соревнованиях. Впереди у этих люберезских школьников насыщенная программа спортакиады. Соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам и многое другое. Всего 10 видов спорта, где ребята ещё смогут показать, на что способно современное молодое поколение. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска «Люберцы» территория фитнеса. В городском округе вспахнул в свои двери новый спортивный клуб, тренажёрный зал, бассейн, групповые программы. В современном комплексе можно найти занятия для всей семьи. На праздничном открытии уже второй в городе территории фитнеса побывала наша съёмочная группа. Несмотря на то, что люберчане уже давно знакомы с клубом территория фитнеса, открытие ещё одного филиала стало для них настоящим событием. Площадь фитнес-клуба более 6 тысяч квадратных метров. В Московской области это самый большой объект данной сети. Один только тренажёрный зал внушает своим размером. Одновременно в нём могут заниматься сотни человек. Мне нравится, что большой, просторный, свободный, нет очередей. Занимаюсь в тренажёрном зале и очень люблю тренировку памп, бодипамп. Свою работу новая территория фитнеса начала ещё в июне. За это время в клуб записались более 5 тысяч человек. Чуть меньше половины из них – дети. Кстати, для них созданы особые условия. Приучить малыша к плаванию, например, здесь можно с грудничкового возраста. Продолжительность тренировок составляет 30 минут. Занятие проходит в воде вместе с родителем. А в бассейне с температурным режимом до 33 градусов. Большой потенциал, большое желание родителей привести детей, научить плавать. Начиная от трёх месяцев, заканчивая до подростков. Потому что по даже летнему периоду мы оценили большой спрос. Дети в Люберцах тренируются, занимаются. И наоборот, очень даже показывают хорошие результаты. Теперь для жителей северной части города занятия в современном спортивном комплексе стали ещё доступнее. А главное преимущество, отличающее его от многих коммерческих объектов – наличие льгот для социально незащищённой части населения. К таким мы относим пенсионеров, многодетные семьи и инвалиды. Мы им предоставляем помесячную оплату абонементов. И они могут по льготной стоимости до 2000 рублей в месяц приобретать и активно пользоваться услугами. Для многодетных семей третий ребёнок тренируется совершенно бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться льготами, достаточно показать сотрудникам клуба соответствующие документы. Кроме того, администрация городского округа, в свою очередь, ежемесячно предоставляет жителям 50 бесплатных абонементов. За этими абонементами жители должны обратиться в администрацию. И уже администрация нам предоставляет списки. По статистике, более 10% жителей городского округа активно занимаются в фитнес-клубах. И это неудивительно. По праву, признанной самой спортивной частью Подмосковья, Люберцы также считается основоположником бодибилдинга. Таким образом, город сам по себе является территорией фитнеса. Луизия Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.